ребят всем привет вы на канале видео baby life обязательно жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о моем новом видео ребят сейчас мы сидим на вокзале в черкасах с виталиком ждем нику на час придет уже кстати приехала сказала еще минут пять и все и мы поедем куда же мы поедем мы поедем в больницу будем сегодня узнавать что мальчик и девочка ура откроешь назад садись привет как дела может мне назад сесть или впереди сидеть ладно я буду все села ну шо ты когда ехали я ехала не золотоносшей черкассы а короче там еще какой-то дали села черкассы и авто тут автобус не пришел да твой он пришел позже а я ехала он короче дальше ехал поэтому мне пришлось на пару осыровок дальше стоять так ну шо ты вылечилась ну не полностью еще кашляет температуры нет нет так кто будет включать и локейшен ты включай локацию куда до виталия этот веди эту фишку да не скажете куда ехать веди я локацию и куда ехать это больница это какой-то сервисный центр какой-то или фишка это диагностический центр но я сама даже не знаю как он выглядит волнуешься да волнуешься я тоже волнуюсь хочу боишься ну там же ж на все сейчас по там же ж видно уже кто мальчик или девочка болезни видно и все на свете сосуды и все мне ж не только на мальчик и девочка не пишет виталь дай мне мой телефон я щас сам виду потому что на блондинка так я щас напишу просто но у меня не находят как я пишу а вы долго ждали меня да ты шо два часа виталик а ну и правда дикой табе я может почуть в этом не скажу чуть чуть меньше вот видишь это только виталик на венделеева два все есть чу цены брюху не брюху я реки все это на длился или ты же не будешь себе ставить и тут же понял же по кругу вот так ну типа ну гонит блин реально а ему пофигу эту поставка рочет представляет а инвалид а в голове я думал просто человек инвалид это ж тоже люди инвалиды это жарко ну как тебе погода нормальная ну я понял ты только думаешь у меня материнский инстинкт я же боюсь а мы этом дитя с ним все хорошо будет будет мальчик будет мальчик что я сделаю ну ничего тут такого не ну и что будет мальчик будет мальчик я не расстроюсь господи что-то такого ничего тут не будет конечно хочется девочку что ж ты сделаешь ажей ну у меня штаны по запросам я согласен я говорю кого бог даст таки будет ничего но я тоже думаю что сейчас бен пацан будет по любому мальчик но она не представляет меня с девочкой еще одной такой ныточкой как я и сказала что она видит меня только ну смотри самый стопроцентный диагноз дает мама ну это ты да ты должна интуитивно как-то там вы ты чувствуешь мальчик у тебя будет или девочки всегда говорят что сто процентов вот как ты думаешь кто будет мальчик да ну все понятно мальчик все это блин а где можно бутылку лодки купить насколько она стоит ей больше 12 лет наверное да где-то там бутылки лодки у меня бутылка дай пофигу блин мы еще едем в ту сторону блин шиша уже бутылки лодки и нагадал мне девочку будет девочка же глаз заалотеде тыж ведьмак это как все да я ведьма себе да так да да еще о на считает а шоя ведьмака чётах у него какие-то силы есть такие по-другому сторону ты прикинь нам не всегда об этом говорить мамин сказала шоу у нас сто процентов будит необычный ребенок, что он будет какой-то нестандартный. Ну, конечно. Сплюнь только, чтобы в хорошую сторону было. Уже. Вот у них стандарты разные бывают. Это мама, что-то там, ой, хорошая тебе дорога. Ну вот где-то здесь. Вот это уже родильный, наверное. А, нет, тут онка есть и родильный. А, так это родильная. Правильно, тебе в родильное надо. Это вот на Менделеево, наверное, оно и есть родильное. Вон, на той стороне есть, Виталь. И вот тут нигде нету. Здравствуй, Жора. Здравствуй, Жора, я Мажора. Да, а что тебе надо? Очки? А у меня сломались те, которые ты купил. Да ладно. Да. У нас кроссовки, да. Ника, у тебя белые кроссы, прикинь, у меня кроссы белые. У меня спортивные штаны, у тебя. Кстати, да. У меня? Сейчас скажу. Женские. Не, у меня не женские, у меня синие. А у меня дерные. Блин. А потом еще подписчики твоего рода, и я приезжаю. У тебя какие трусы? Цветов. Не покажу. Не женские. Не женские, я понял. Виталий говорит, женские. Нет, нет. Меня когда-то, это я теперь уже. Все, да? Я понял. Ну, наверное, сюда. Закрыть. Ага, открыто. Не, ну, беременные, понятно, ей тяжело, наверное, дверь открывать. Вот сюда, в эту сторону идти. Да, тут рожать. Тебе еще рано. Пешком. Лучше на розовом лифте прояснется. Смотри, какой прикольный. Угу. Пока розовые стены, а не будет розовый стены. Он не работает еще? Не понял. Может, люди спускаются? А, нет, спускаются, второй этаж. А ты кладешь, хочешь лифт за мной? Лифт не розовый. Ты ему на разочаровала. Та ладно. Видишь, как он разговаривает? Он очень умный. Бзуды какой-то, ну, просто. Ну, очень умный, кстати. У нас такого нету. Понятно, мы, блин, в деревне живем, где мы. О, третий сказала. Значит, выходим. Аж плохо, ну. Да не бойся, сейчас все будет хорошо. Сказали в регистратуру. Вот сюда. Да, да. Ника оформляется. Ника зашла уже в кабинет, так что сейчас жду. Стою. О, да. Будет уже ясно сейчас, все ли хорошо. Тут же не только именно как мальчик или девочка, понял? Тут еще, ну, с плоном, или все нормально или нет. Вообще состояние. Виталя всегда со мной. Всегда, да? Объявляли, что именно ты был, считай, на машине рядом. Пипец. Ну, народу сам пойдет. Ну, народу, да, придется, блин. И с собой тебя вызовет. Ой, ребята, аж я ждем, что Мика выйдет и скажет. Аж самому волнительно, очень страшно. Прям как-то так, ух, не знаю, даже. Как-то необычное такое ощущение. Фух. Посмотрим, с чем она выйдет, с каким ответом. Че, я переживаю. Ну, потому что мы друзья. С тебя. Да, наверное, за меня. Наверное, минут 15. Минут 15 она там будет. Фух. Хоть бы девочка, хоть бы девочка, хоть бы девочка. Я хочу девочку, 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 девочку. Сейчас выйдет, как мне задо скажет, мальчик. Рано судить. Ну, сейчас уже 19-я неделя, оказывается. Я думал, 18-я. 19-я неделя уже дали. Так что, сейчас самое главное, именно, чтобы все там было нормально. Уже не имеет значения даже, какой пол, а именно, чтобы понял, там сейчас определяют болезни всякие, вот эти вот патологии. Я понял, вот это вот самое страшное, чтобы все было хорошо. У них. Да, ну, как раз он уже на 19-я неделя показывает. Это можно будет потом пересматривать и пересматривать на канале. Беременность, вообще, это отдельная тема. Я сейчас все думаю в голове, мальчик или девочка. Думаю, девочка или мальчик. Они уже знают, да, мне тоже кажется. Она уже знает. Сейчас она еще в кабинете сидит, ребят. Выйдет и будем сразу расспрашивать. Даже не знаю, здесь или сразу на улицу спуститься. Пока спустишься, эти три этажа можно, блин, позеленить. Аккуратно еще, не дай бог, снимай вот эти все фигни свои. Аккуратно еще, не дай бог, снимай вот эти все фигни свои. Я уже сам подзеленел, пока тебя ждал здесь. Ну, мне там уже в последние секунды, я же плохо. А что, переживала? Ну, одна голову, она шла крутить, дыха была в очи, точные ложечки. Это из-за переживаний, да? Да, она водой умывала. Шо? Ну, умывали водой меня, обрызгивали лицо холодное. Зачем? Мне плохо было. Ну, дышать там нечем, там, опять, жарко, дышать не нечем, тошнее, головы окружатся, не страшно. Ты шо, блин, не пугай меня. Я сам сижу сейчас, гляну, я не знаю, в башке уже. Вот, что ты такая вышла, аж зеленая. Я же по тебе все ориентируюсь, блин, а какая ты выходишь. Зеленая? Угу. Вышла, аж такая вся. Сумочка-то равная? Да, сумка-то есть. Есть. Там такая, это, стузистка, боже. Она говорит, я вот эти понты сразу вижу, приезжая. Как подожди. Первая. Я вот эти понты, приезжая сразу вижу. Я вижу, кому плохо, а кому неплохо. Говорю, это мне неплохо, просто я переживаю. И потом мне по итогу, после того, как она начала рассказывать, что я вижу, кому плохо, кому нет, мне как раз плохо и стало. Она говорит, что плохо, наша перебина. Огласите весь список. Можно огласите нам, какой результат. А как вы думаете? Ну, мне интересно, что ты скажешь. Я очень сильно долго ждал результат. Ваши ставки какие? Нет, ты мне скажи, все хорошо или не хорошо. Все хорошо. Слава богу. Теперь вопрос, девочка или мальчик? Я угадаю. Ну, она расстроена, значит, мальчик. Хоть даже девочка уже была, будет мальчик. Мальчик, да? Да. Сто процентов, ты прикинь. Все-таки знала это. Ты знала. Ты прям чувствовала, что мальчик будет. Потому что вот что-то и расстроена и вышла. Ребят, так что все, будет мальчик. Девочка уже есть, будет мальчик. Значит, да. Девочка уже есть, мальчика не было у тебя еще. Реально, да, сказали, да? Она говорит, писюн. Е-мать. Она так и говорит, писюн. Она говорит, ты поняла, говорит, о чем. А ты ж так хотела мальчика, блин. Это Ника хотела. Она сильно хотела пацана, вообще. Она прям... Я думал, что это было. Она мечтала. Ну, пацан-то, пацан, и что же. Я пыталась телепортировать мыслью, вот во вселенную вкинуть и поздать, что надо девочек. А я говорю, вы мне скажите, кто, мальчик или девочка? Она лежит сейчас, я только голову смотрю, и до того места еще далеко. А потом такая, ты секун, говорит. И мне ж поплохело. А че поплохело? Ты ж хотела пацана. Не, ну понятно, я хотел девчушку. Ну ничего, ну а шо ты сделаешь? Пацан-то пацан. Кого Бог дал, того дал. Ходил мальчик, я говорю, ой, ну девочки, можно и вот это, и вот то, и вот то. А шо мальчику покупать? Боксерские перчатки. Ну да, пацану уже, блин. Пацану игрушки, машинки, пистолеты. Ну меня все говорили, шо будет мальчик. Да? Мне говорили, шо меня не представляют девочки. Ну, блин, значит... Ну, что здоровый. Говори, Женя, ну я не знала, шо ты помогаешь. Как выходить, говори. Я уже хотела через окно выходить. Танул, чего? Ты так хотела угодить. Я хотела угодить, я знала, шо. Я хочу поднял. Ничего, пацан-то пацан, но ты же ничего не сделаешь. Кого Бог дал, то... Теперь будут подписчики говорить. Теперь будем имя подбирать. Теперь надо имя будет выбирать, да, реально. А шо б ты понимал, Виталик, все имя выбирали девочки. Да, все именно, Делина выбирали уже на именах на таких истанах. Женя сказал, шо хочет девочке. Да, я штат девчонку, мы за девчонку. А теперь будем выбирать пацан-нячье имя. Так, куда, Ник, на ЖД вокзал? Мы, по идее, успеваем. 55 минут, 15, 25. Я думаю, могу ехать. Ну, ты будешь до меня ехать или ты будешь домой ехать? Или в стойку, да, там уже смело. Ну, там могу и так. Ну, то решайте, пока время. Ну, то решай, остаешься у меня? Да. Ну, тогда поехали, как-то так. Все, на смело? Да, тогда на смело. Тогда нормально. Блин, и всем, мама подходит к папе и говорит, как ты думаешь, кто у Вероники будет? И папа такой, внук будет. Мама говорит, мне говорят, мальчик постоянно снится. И мне постоянно мальчик снится. Серьезно. Ну, все, я же тебе говорил, что самый точный диагноз, это когда ты сама лично, как мама, ты можешь определить, кто у тебя мальчик или девочка. Ну, как я красивая. Смотри, какой у нас классный. Виталь, ты посмотри. Ну, ты же без хлеба не можешь. Пять кусков сразу. Я у тебя возьму один. 150 тысяч. Хорошо. Дай денег. Две кипель. Да есть. Аня, у меня просто все на карточке, а у нее есть на это. Смотри. Хорошо. Хорошо, сейчас я. Узнучи нормально. Вот и понимаю. Да. Все? А где? Мы можем туда, в отдельную комнату, а можно сюда. Ага, спасибо. Спасибо. Что, заберешь? Да. Вроде. Ты еще на такое солнце сел, может мы туда вот сели бы? Так я туда поговорила, Женя. Да ладно. Можем мы туда вот? Давай сюда сели. Давай. Так вот, вот твое вообще. А, вот твое. Вообще это надо поменять. А мы не сказали, что я красиво. Когда спишь. А ты и все. Ну ты чуешь? Да я шучу, че ты. Ты лучше расскажи Виталику, когда ты шутишь за мной. Приятного аппетита. Спасибо. Не, че я уже сижу. Все. Тут закреп. Ты теперь будешь шукать телочку, какая тебе рада была. Че, при чем? При чем тут это? При чем тут телочка? Ну, Павличенко, ты плохо себя знаешь. Че, блин, а ну будет еще сына. Да. Ну, потом еще можно и девочку. Ты же сказал, что ты не хочешь быть этой деталькой. Ну, я еще, еще хочу девочку. А, поняла. Ну, так еще будет второй. Ну, че ты, блин. Ну, значит, ты просто девочек не будешь, а твой пакет ел что-то? Да ладно, я шучу, ты че. Хватит двоих детей, это уже, ну, я не знаю. Ты шо, третьего уже нет. Ты опять с пистолетом спишь? Ну, а как ты думаешь, что это... Ты че? Без пистолета ты не сможешь, блин, и никогда сплю. У нас будут стоить с тобой. Ну, очень хорошо. Да, я не могу подождать папу. Ребят, только пришли домой, поели, покушали, потому что никто не ел, ни мы с Витальем ко мне ели с самого утра. Выехали. Сейчас придется... Аккуратно, не садись на перил. Можно на перила не садись, как? Боже, сколько тут посуды. Ужас.